Здравствуйте, это проект Неизведанная планета человек. Я автор ведущий Владимир Симонов. Сегодняшнюю программу я записываю в пятницу. Ну, наверное, так и назовем слово «пятница». А говорить я сегодня хочу вот о чем. Многие процессы, которые происходят вокруг нас, они не могут быть замечены простым наблюдением. И в событиях, которые обычно происходят, есть много-много-много проекций, будем так говорить. И само событие является проекцией. Потому что есть мир причины, есть мир следствия. В этом мире причин действуют законы одни и те же, что и в мире следствия. И это законы гармонии. Они одни во Вселенной. Потому что сознание Вселенной – это красота, и красота формируется именно законами гармонии. То есть гармонии, гармония, законы гармонии, непосредственно управляют сознанием Вселенной. Это как вверху, так и внизу. И поэтому события, которые происходят и на которые мы часто реагируем, они являются глубинным следствием всех тех процессов, которые произошли в том мире, которые условно я определяю миром причин. Это исполнение законов гармонии, неукоснительное, единое во всей Вселенной, которым подчиняется все на планете. Все живое, я имею в виду. Жизнетворчество на планете Земля подчиняется законам гармонии. И поэтому, в общем-то, было бы сегодня, ну, как бы, злободневно говорить о том, что помимо того, что мы видим, есть еще целый спектр исполнения законов гармонии, которых мы не видим по реализации. Ну, пример можно привести самый простой. Вы видите молнию, а сколько фантастических совершенно природных процессов подготавливает эту молнию. Или, например, вы видите радугу, как идеальное совершенно сознание Вселенной, потому что это красота. Сколько физических законов задействовано для того, чтобы мы могли увидеть радугу. И это же не только законов, которые характеризуют радугу. Различные преломления, искажения, фильтрация. Но это же еще и в нас. И глаза, и потом обработка этой информации, и проникновение в сердце. Но все это соответствует законам гармонии. Можно об этом знать, можно в это верить, но это объективная истина. И вот в свете этого я должен заметить, что часто тельные события, особенно политические, в которые погружены все, они характеризуют точно так же исполнение законов гармонии, уже сработанных законов, уже состыкованных в пространстве общей гармонии Вселенной, Солнечной системы, Земли, и уже проявляются на нашем плане какими-то факторами, реакция на которое искажает само событие. Это абсолютно касается всего, ибо наша реакция настолько инерционно-вторична, что мы не можем в первозданности воспринять эти процессы, ибо если мы будем эти процессы воспринимать, если мы будем их потом ословливать, осознавать, то тем самым мы медленно-медленно-медленно отходим от источника, который зарождает эти процессы. Несомненно, человеческая эволюция подчиняется, управляется, соответствует тем же законам гармонии. Просто человеку на нашей планете даны большие полномочия, он способен осознавать это. И вот сейчас мы как раз проживаем то удивительное время, когда человеку представлена возможность обрести право на обязанность ответственности за синтез мировой планеты на нашей удивительной совершенно Земле. Как это работает? Ну, я должен сказать, что каждый, абсолютно каждый, рожденный в это время на нашей планете и проявленный в это время, он в первую очередь является приемником, пропускателем и трансформатором энергии, которую приносит на Землю свет. Женщина, она более приспособлена для того, чтобы, предназначена для того, чтобы принимать этот свет. Ибо свет – это и есть любовь, свет – это и есть абсолют, свет – это и есть то, каким образом мы связаны с первоистоком, с матерью мира. Здесь даже о Боге можно говорить, как о каком-то промежуточном звене. Поэтому я всегда писал, что женщина выше Бога на нашей планете, ибо она являет жизнь, в то время как Бог ее обеспечивает. Об этом можно много говорить, и, естественно, у каждого из вас может возникнуть своя точка зрения, но я сейчас совершенно не об этом, ибо не собираюсь вступать ни в спор, ни в объяснение. Эти времена для меня, например, давно прошли, потому что я много чего объяснял и рассказывал в свое время, но сейчас это неинтересно, мне лично неинтересно. Мне интересно не говорить о любви, а быть любовью, а это совершенно разные вещи. Мне интересно не говорить о сознании, а быть осознанной. Мне сегодня интересно не говорить о законах гармонии, а быть этой гармонией. И вот в свете этого своего состояния, я хочу обратить ваше внимание на то, насколько процессы, которые мы с вами проживаем сейчас, объективно определены тем причинно-следственным образом, который выводят на законы гармонии и в конце концов на красоту, как сознание Вселенной. Я много говорил о том, что сейчас формируются два полюса. За один отвечает Россия, за другой Америка. Это значит, что они друг друга должны взаимодополнить. Это значит, что они должны каким-то образом перекрыться в вибрациях. Это значит о том, что сегодня говорить отдельно о капитализме и социализме нет никакого смысла. Ибо то и другое вместе родило третье пространство в сегодняшнее время, в котором самая главная задача реализация творческого потенциала женщины, а значит, творческого потенциала человека. И вот в свете этого просто маленький такой пример. Потому что, ну, вроде бы, по информации СМИ, по тому, что приходят с телевидения, по тем анализам, которые предоставляют нам эксперты, ну, в общем, ну, вообще никакой связи между Америкой и Россией. Ну, вообще и никакой. А это же проекция. Это же следствие. Наша реакция. А вот просто простой пример. Государственный департамент поддержал инициативу нескольких творческих людей, которые организовали прием здесь, в Америке, группы лиц, которые были предварительно отобраны. Ну, во-первых, чтобы они знали английский, а во-вторых, чтобы они были связаны именно с творчеством. И вот эта группа, я не помню, сколько там было, по-моему, 15 человек, они были приняты в Лос-Анджелесе, и на базе института кинематографии, Нью-Йоркского института кинематографии, который имеет здесь филиал, они прошли вот эти двух дней, 10 дней они здесь были, или больше, да, 15 дней. Не суть важна. Важно, что они прошли колоссальную подготовку, в которой участвовали ведущие специалисты Голливуда. Читали им лекции, показывали аппаратуру, проводили по студиям, знакомились с Лос-Анджелесем, знакомили вообще с этой системой, которая характеризует именно кинопроизводство в Лос-Анджелесе. И они пребывали здесь, под опекой именно американских специалистов, и через время, когда закончилось, они были отправлены домой. Это все за счет Америки. Им платили за гостиницу, им платили суточные, довольно-таки приличные, и практически эти люди были на всем готовом. Им обеспечили оплату пролета, проезда самолетом. И что, в общем-то, сейчас? Их отправили домой, они вернулись домой, и они должны предоставить в течение какого-то времени уже свои съемки, интервью, на откуп. Каждому дана информация, чтобы они сняли какие-то кусочки жизни России, жизни простых людей, жизни и той объективной реальности России, которая не представлена на объективных каналах, объективных тут, скажем, кавычках, что СМИ Америки, что телевидение Америки, что чего тут уже скрывать. в официальном СМИ телевидении России эти люди не представлены. Та простая Россия, которая между Калининградом и Владивостоком. Я должен заметить, просто как реплика, что точно так же никто не представляет Америку в России, которая между Лос-Анджелесом и Нью-Йорком. И это большая беда, и это не позволяет больше знать друг друга, ибо однажды проехав из Нью-Йорка в Лос-Анджелес на автомобиле и пообщавшись с людьми между этими двумя столицами, одна политическая, финансовая, другая, культурная, я был потрясен той Америкой, которая мне открылась, той украинское слово ширости людей, которые приходят на помощь по первому зову, которые приветливы, доброжелательны и готовы откликнуться буквально по первому обращению и помочь, и провести, и все остальное. Но точно так же и Россия из Москвы до Владивостока, если вы побываете в Иркутске, в Омске, там дальше, это не та Россия, которая представлена на официальных каналах, что в Америке, что в России. Так вот, эти люди, они должны снять свои маленькие интервью-миниатюры, которые должны уже сделать это на базе тех знаний, которые они получили здесь в Голливуде, и вот это синтез вот этой простой, реальной, реальной, реальности, реальной реальности, не масломасляно, но тем не менее, Россия должна быть собрана в единый фильм, он должен был представлен здесь на телевидении. Это плюсы. То есть, независимо от того, что говорят официальные лица в России, в Америке, что говорят официальные лица в Америке, в России, это параллельно существует и осуществлено уже, а вот здесь дальше очень интересный момент. Люди, которых отобрали со всей России, это были разные представители, два человека из различных городов. Они, побывав здесь, получив эту всю информацию, они вернулись, и сегодня оказывается, что многие не хотят делать вот эти свои репортажи, они отказываются участвовать в этом проекте, потому что не хотят, им нужно выживать, им нужно деньги зарабатывать, каждый из них там занимается своим бизнесом, и вот здесь обратная сторона медали. Ведь если это просто задача была использовать, поиметь Америку, для того, чтобы получить 15 дней пребывания на всем готовом в Америке, и посетить ведущие студии, познакомиться с жизнью Америки, ибо их выездили по музеям, они посещали Санкт-Петамонику, они жили в трех разных регионах, то есть они могли видеть реальность американскую, и с ними общались ведущие специалисты, которые в той или иной степени занимаются кинопроизводством в этой стране. Так вот, многие люди, вернувшись в Россию, они говорят, да, это нам уже не надо, это очень интересно. То есть, никто из этих людей не захотел дать отчет, а почему они попали в это пространство, а почему они были отобраны, и зачем вообще Америке это было нужно. Я думаю, что даже руководители Америки до конца, которые управляли этим процессом, они ответить на этот вопрос не смогли бы, ибо помимо бизнесового проекта, этот бизнес-проект еще реализовывал задачу утверждения законов гармонии в нашей реальности, в синхронизации вот этих двух полюсов. И те люди, которые вернулись в Санкт-Петербург, в Москву, в Краснодар, Иркулс, там откуда еще были люди, я до конца даже не знаю. Я об этом проекте знаком, потому что мой ближайший товарищ и друг из Краснодара, он просто здесь со мной общался, и сейчас я с ним продолжаю общаться, и кое-что я знаю, как это все происходило и происходит. Так вот, эти люди, которые побывали в Америке, они не понимают, что они отобраны существованием для того, чтобы они реализовали законы гармонии, которые в первую очередь сегодня работают на то, чтобы синхронизировать эти два полюса России и Америки. А культура в этом случае, ну, в данном случае кино, как фантастическое совершенно искусство, связывающее многие направления, и звук, и цвет, и изображение, и психологию, и многое-многое другое, в данном случае, оно наиболее соответствует именно тому, чтобы законы гармонии были реализованы. И вот здесь очень интересный пример. Каждый из вас, проживая те или иные события и соучастие в те или иных акциях, проявленных и автоматически в непроявленных, но которых он может только чувствовать, должен понимать, что он исполняет законы гармонии, и он отвечает за них. И самое интересное, что с него спросится. Если тебя уже выбрали, если ты уже определен, как ты будешь проявлено исполнять наши законы, то в этом случае точно так же существование спросит за ответственность исполнения задач, которые одно существование передало тому или иному человеку. Этот пример, который, естественно, не озвучен ни на телевидении, ни в прессе, никто об этом даже не знает. И многие даже участники, они, наверное, боятся об этом говорить, потому что их обвинят там, что их там готовили, что их обрабатывали. Этого ничего не происходило. У них были контакты только с теми людьми, которые их знакомили с аппаратурой, с программами монтажа и тех людей, которые им рассказывали вообще суть и смысл, как строится интервью, что нужно показывать, на что обращать внимание, для того, чтобы это было интересно зрителю. Я думаю, что те люди, которые получили эту закалку, они, по идее, должны были бы посмотреть эту программу. И я очень хотел бы предупредить в одном, что если тебе существование сказало ты, если ты получил от существования поддержку в виде вот этого всего чуда, которое случилось, и пребывание в Америке, и возможность познакомиться со студиями, и уникальные совершенно, уникальные встречи с теми или иными деятелями, кино, если тебе существование сказало, ты, существование с тебя сможешь спросить. И поэтому важно очень осознать свою ответственность. И если выпала такая возможность показать Россию, вот ту, которая между Москвой и Владивостоком, Калининградом и Владивостоком, то важно это сделать. Это маленький-маленький штрих, маленький-маленький поинт, маленькая точка многоточий эволюционного развития человечества. Я хотел на этом примере просто показать, что каждому время задуматься в своем месте по исполнению ответственного задания которое каждый из нас получает при рождении содействовать утверждению законов гармонии. Видеть исполнение этих законов во всем и везде это требует определенного мужества. Но это необходимо потому что мы человеки. Потому что человек это звучит гордо. потому что все мы дети друг другу и только любовью мы человеки. Ну вот эта программа слово в пятницу. Я завершаю. Спасибо за внимание и всего вам самого наилучшего. Проект «Неизведанная планета человек». Я автор-ведущий Владимир Симонов. «Неизведанная человек» «Неизведанная Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»